Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Перемены без ущерба для деревьев. В парке Гагарина обновят площадку для картинга. Отремонтировали парковки и нанесли разметку. В Самаре завершают комплексный ремонт улицы Мичурина. Физкультура возвращается в самарские дворы. Тренеры по месту жительства возобновили свою работу. В Самаре жители и городские власти решают, в каком месте установить новую памятную стеллу «Город трудовой доблести». Такие монументы появятся во всех 20 городах России, которые удостоились почетного звания. Какие варианты размещения предлагают в Самаре, узнала Мария Левина. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей. Его жители с утра до вечера, порой без перерыва на сон и еду, трудились на заводах и ковали победу в тылу. В цехах куйбышевских предприятий производили легендарные боевые Ил-2, авиационные моторы и автомобильное электрооборудование. За присвоение Самаре почетного звания города трудовой доблести проголосовали более 700 тысяч человек. Теперь здесь появится памятная стела. Согласно указу президента, проект памятного знака должен быть един для всех 20 городов, получивших почетное звание. Его выберут на конкурсной основе. Сейчас важно определиться с местом, где разместится будущий памятник. Свои идеи высказали больше 12 тысяч горожан. Они предложили около 100 возможных мест. Самое главное то, что город наконец удостоился этой награды, потому что те люди, которые создавали победу, они были бы счастливы на самом деле. Счастливы и старики, и женщины, и дети подростки. Которые вековали здесь победу. Нужно сделать так, чтобы вот этот знак нашей добрости, трудовой добрости, он был доступен. Мы им гордились, и чтобы его знали все. Голосование за место расположения шло на протяжении недели во всех районах администрации города. Предложения самарцев обсудили на совещании в городской администрации. В экспертную комиссию вошли ветераны Великой Отечественной войны, почетные граждане Самары и области, историки, архитекторы, представители политических партий и общественники. Должен быть олицетворим с трудовым подвигом нашего города. Они это все делали на безымянке. И даже жители центральной части города ежедневно по 2-3 часа добирались до заводов с помощью существовавшего тогда транспорта. То есть для всех безымянка была символом победы. И когда пришла та самая Великая Победа, большинство о ней узнали, находясь и работая на тех предприятиях, которые были на безымянке. Хочется отметить, что сегодня те более 100 адресов, которые прозвучали на нашей рабочей группе, они, конечно, все однозначно заслуживают особого внимания. И для того, чтобы принять вот это взвешенное решение, которое бы максимально удовлетворило каждого жителя нашего города, каждого жителя нашей области, мы, конечно, проведем очень широкое обсуждение для того, чтобы каждый голос был учтен. На рабочем совещании пришли к выводу, что территория, где разместится стела, должна быть доступной, чтобы люди могли подходить к монументу и благоустроенной, и расположенной в месте, которое представляет историческую ценность для Самары. Мы сформулировали те критерии, которые мы и будем разъяснять людям, чтобы они в дальнейшем выбрали самое достойное место, по их пониманию, где должна стоять стела трудовой добрости. Стела будет одна. Да, она будет общей на все 20 городов, поэтому мы так честно подходим к выбору места. Но объездные ворот нашего города мы обязательно каким-то образом отметим. После дополнительных обсуждений экспертная группа определит 15 территорий финалистов, которые выдвинут на общественное голосование. Где разместить мемориал, решат сами самарцы. Мария Левина, Николай Епифанов, Василий Калдашов. События. Бетонные блоки, перекрывающие спуск к Волге на третьей просеке, с разрешения природоохранной прокуратуры уберут. Такое решение принято на встрече представителей ведомства, жителей города и главы администрации Октябрьского района. Как блоки оказались на спуске и что с этой территорией будет в дальнейшем, выяснил Андрей Горгуленко. Бетонные блоки раздора. Каменные глыбы пока еще лежат на спуске к Волге на третьей просеке. Но они уже не перекрывают въезд к лодочной переправе. Установили их в середине июля, после рекомендации природоохранной прокуратуры, чтобы предотвратить нарушение 65-й статьи Водного кодекса России. На песчаный пляж здесь часто заезжают на автомобилях, шумят и мусорят, мешая жителям соседних домов. Конкретно для Саратовского водохранилища водохранная зона равна 200 метрам. И среди запретов, которые установлены по хозяйственной деятельности водохранной зоны, также имеется запрет на передвижение стоянку транспортных средств вне зон с твердым покрытием. Однако бетонные блоки отрезали от береговой линии не только любителей шумно отдохнуть, но и тех, кто спускает в Волгу плавательные средства. Площадка на третьей просеке – одна из немногих, где владельцы небольших лодок могут переправляться на другой берег. И ограничением доступа к площадке были возмущены. Здесь спускают лодки люди, у которых там казанки, прогрессы, яки, каяки, байдарки. Все приезжают сюда. Но никто из этих людей не пытается здесь намусорить, как-то себя вести недостойно. Все люди приезжают отдыхать, поправлять здоровье семьями. Чтобы разобраться в конфликте, представители природоохранной прокуратуры вместе с районными властями на месте провели встречу. После обмена мнениями было озвучено временное компромиссное решение. Эти блоки с разрешения надзорного ведомства уберут к понедельнику. Учитывая востребованность данного участка для спуска на воду плавательных средств, районные власти встретятся с инициативными группами жителей соседних домов и владельцев лодок, чтобы вместе обсудить перспективы развития этой территории. Конечно, это вопрос не этого года, но эту проблему нужно решать, потому что на самом деле она востребована. Тут есть и пляж, и переправа по факту, но на данный момент она, к сожалению, не организована. Нужно выработать такой механизм решения проблемы, который бы соответствовал, в первую очередь, требованиям закона, во-вторых, чтобы он был удобен максимальному количеству людей. При этом жесткой конфронтации нет. Интересы всех сторон сходятся в одной точке. Здесь должен быть благоустроенный спуск, чтобы люди могли комфортно отдыхать, не мешая друг другу и не нарушая Водный кодекс Российской Федерации. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Против точечной застройки в Самаре в четвертый раз прошли публичные слушания по проекту межевания 109-го квартала. Это участок внутри улиц Вилоновская, Садовая, Ульяновская и Самарская. Жители отмечают, что новые многоэтажки увеличат нагрузку на социальные объекты и коммунальные сети. Что предлагает застройщик, расскажет Андрей Горгуленко. Публичные слушания по проекту межевания территорий 109-го квартала проходят уже в четвертый раз. Квартал находится в границах улиц Вилоновская, Садовая, Ульяновская и Самарская. Но впервые встречи в таком формате. В актовом зале 12-й школы заинтересованные жители сидят в масках и соблюдают социальную дистанцию. Для тех, кто из ограничений не смог прийти, администрация Ленинского района организовала видеотрансляцию слушаний. Предыдущие проекты как межевания территорий, так и застройки квартала жители забраковали, поэтому они были отклонены. Мнение большинства стало решающим в решении городских властей. Основные замечания были по высотности застройки предполагаемой, а также по наличию социальных объектов. И по соблюдению всех охранных зон, связанных с нахождением объектов культурной наследия на этой территории. Поэтому все требования жителей, они понятные, они обоснованные. В этот раз строительная компания, которая владеет несколькими участками на этой территории, представила вместе с проектом межевания территории предварительный план застройки части квартала. Фирма хочет возвести девятиэтажный трехподъездный дом с подземным паркингом и с помещениями на первом этаже, предназначенными для детского сада на 45-50 мест. При этом от своей предыдущей идеи построить несколько 17 этажек компания отказалась. Особо следует отметить, что потенциальное строительство не нанесет вред объектам культурного наследия, расположенных в 109 квартале. Проектирование и строительство будет вестись со строгим соблюдением охранных зон и зон регулирования хозяйственной деятельности и застройки объектов культурного наследия. К новому проекту жители 109 квартала отнеслись по-разному. Мнение «за» высказали горожане, надеющиеся на снос ветхих домов и скорейшее благоустройство территории. Главное замечание высказывающихся против – компания не предоставляет комплексный план развития территории. Жители опасаются, что участок, на который нет полного проекта планировки, может быть впоследствии точечно застроен многоэтажками, и при этом не будет сохранен облик исторического поселения города. В связи с этим возрастает опасность застройки территории с судными домами, что приведет к дополнительной нагрузке на коммунальные сети, а также на существующие школы, поликлиники, дошкольные учреждения Ленинского района. Теперь администрация района подготовит протокол собрания, где отразят все мнения и замечания жителей, которые были озвучены на слушаниях, а также были переданы районным властям в письменном виде. После чего документ передадут на рассмотрение в городской департамент градостроительства и в дальнейшем в администрацию города для принятия окончательного решения. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Из Ветхого жилья в Новострой. В Самарской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» переселяют жителей из домов, которые признаны аварийными до 2017 года. В первом этапе госпрограммы планируют расселить 348 квартир. С теми, кому уже повезло сменить прописку, пообщалась мэри Елчан. В этой комнате будет у меня дочь жить и внук. Кровать, диван сюда купим тоже. Телевизор купим. Ну, обустроим немножечко вот это тоже все. Этого дня Таисия Бородина ждала 37 лет. 60-й дом по улице Советская, в котором ей приходилось жить последние годы, был в ветхом состоянии, без удобств и горячей воды. В новую квартиру женщина заселилась благодаря реализации госпрограммы в Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года». Обрадовалась, что это Кировский район. Я еще работаю, на пенсии работаю. И мне к работе тоже близко. Даже не потеряла разница, что с той квартиры добиралась, что с этой. Я вот это вообще еще больше рада. В новом жилье и места больше, и есть все необходимое. Сделана чистовая отделка, пластиковые окна, натяжные потолки, на кухне обустроены мойки со сместителями, плиты в рабочем состоянии. Собственниками, которые проживают в ветхих домах, проводят беседы и узнают, что они хотят – денежную компенсацию или новое жилье. С целью определения мнения граждан проводим анкетирование перед формированием этапа, в котором мы и задаем вопрос, какой способ граждане предпочитают на самом деле. Конечно, это влечет за собой темпы роста строительства. Поэтому мы к этому вопросу относимся серьезно. Постараемся опросить всех граждан. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области программа по переселению идет опережающими темпами. В рамках первого этапа финансирования в этом году планируется расселение 348 квартир, расположенных в 62 аварийных многоквартирных домах. Мэри Илчан, Константин Головин, События. Мнение общественности учли. Территорию старой картинг-трассы в парке Гагарина начнут приводить в порядок в ближайшее время. Тому берут резиновые покрышки и мусор, обустроят газоны. О нюансах проекта рассказали на встрече с общественниками. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Новость о том, что на территории парка Гагарина появится новая картинг-трасса, сначала общественность встретила настороженно. Жители близлежащих домов в первую очередь опасались, не пострадают ли деревья. Эта тема неоднократно обсуждалась и ранее. Очередная встреча неравнодушных горожан с представителями профильного департамента Мао-парки Самары инвесторам расставила все точки над «и». Людям представили проект будущей площадки, а также рассказали о планах по благоустройству старой трассы. Первоначальный проект инвестора предполагал спил около трех десятков деревьев. Мэрия выступила категорически против ликвидации такого количества зеленых насаждений. В итоге спилили лишь два дерева, взамен завезут саженцы. В конце прошлой недели строители устранили допущенные нарушения при асфальтировании, сделали нормативные отступы от деревьев. Я по-прежнему считаю, что надо подойти к деревьям, посмотреть, потому что деревья хоть и окопали, там осталась и щебенка, и следы асфальта, это тоже небезопасно для корней. Инвестор, который занимается строительством картинга на новом месте, заявляет, с уборкой строительного мусора справиться за пару дней. Зеленые насаждения в безопасности. И обещает, что если хоть одно дерево погибнет, посадят несколько новых. Если выяснится, что какие-то деревья из-за нас погибнут, то у нас есть гарантийное письмо уже сейчас по компенсационному озеленению, что мы высадим пять деревьев. Если выяснится, что что-то происходит с деревьями не так, то мы эти деревья заменим. Старую трассу, использование которой невозможно из-за соседства СЛЭП, ликвидируют. Никаких аттракционов там не будет. Общественников заверили, что вместо резиновых покрышек на прежнем месте появятся многолетние растения и газоны. Были предложения и беспокойства, а будет ли она облагораживаться. Вот сегодня из руководства муниципального предприятия в парке мы в процессе беседы сказали, ребята, дайте нам предложения ваши, мы готовы их обсудить. Ту территорию, конечно, надо как-то ее облагораживать. Одно из планов развития сделать там просто пешеходную зону для людей. То есть мы соединим, можем соединить, планировали, вернее, соединить асфальтовыми дорожками с существующим асфальтом. Это будет простая прогулочная зона. В дальнейшем жителями все это продолжат обсуждать. Должны быть не только соблюдены все нормативы в части благоустройства, но и учтены интересы посетителей. Место бывшей картинг-трасс для тех, кто любит отдыхать спокойно. На противоположной стороне парка – зона для любителей активного времяпрепровождения. Людмила Косарева живет неподалеку. Раньше водила в парк Гагарина внука на картинг. Здесь он постигал базовые азы вождения. Теперь женщина с нетерпением ждет открытия новой площадки. Обязательно приду сюда. И не с одним внуком. Просто подруги мои, друзья. Мы на самом деле и любим место, и любим организатора прежде всего. Организация, которая вкладывает средства в инвестпроект, работает с 2002 года. Картинг-трасса в парке Гагарина – это и аттракцион, и картинг-школа. 2013 год отметился в ее истории победой в городском конкурсе социально значимых проектов. Дети из социально незащищенных семей занимались здесь бесплатно. Сейчас строительство картинг-трассы в парке Гагарина продолжается. В ближайшее время подрядчик вывезет с территории мусор. После того, как новую площадку введут в эксплуатацию, специалисты проведут замеры уровня шума. Картинг не откроют до тех пор, пока не убедятся, что жители близлежащих домов не побеспокоят рокот гоночных машин. Предварительный расчет шумовой нагрузки показал, что мешать жителям она не будет. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Современная детская площадка за асфальтированные проезды и тротуары, дополнительные парковочные места. Таким видят свой двор жители 53-го дома по улице Фадеева. Люди сами участвовали в создании дизайн-проекта по преображению придомовой площадки. Куда нужно обратиться, чтобы и ваш двор привели в порядок, расскажет Мария Левина. Этот двор по адресу Фадеева, 53, ремонта не видел около двух десятилетий, говорит Любовь Сергеева. В ее доме около 500 жителей. Все они мечтают о комфортном и благоустроенном дворе. С освещением, газоном, парковочной зоной и детским комплексом. Вот когда нет детской площадки, и детей не видно. А когда получается детская площадка, то и уже детей много. Мы провели собрание, собрали подписи, оформили документы, бегали, бегали. В общем, сдали в 2017 году в администрацию. Вот в 2020 году нам делают, благоустраивают наш двор. Ну, очень замечательно, что благоустраивают не только наш двор, но и всю территорию. Здесь вот и здесь будут делать парковку, и за домом, что очень важно. Дворы вблизи домов номер 53, 55, 57 на улице Фадеева приводят в порядок по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В июле сюда заехала строительная техника и начались ремонтные работы. Все обговаривалось с администрацией, с жильцами. Выходили, разговаривали, прислушивались, где-то какие-то изменения вносили. Сейчас работы в полной стадии. Парковочные места появились дополнительно благодаря желанию и инициативной группе жителей, которые выходили, просили добавить. Уже 1 сентября этот двор будет не узнать, обещают строители. Работы предстоит немало. Одних только проездов, которые нужно заасфальтировать в 5000 квадратных метров. А еще нужно проложить пешеходные дорожки, установить бортовой камень. Появятся здесь и парковки, которые позволят разместить до 150 машин, и современная детская площадка. Нашему микрорайону уже 50 лет. Даже если давным-давно построены дворы, и другие были нормы, и те качалки, и карусельки, которые были построены, их давно уже нет в помине. Но активные жители, только они могут, подав заявку, получить отклик в виде вот такого подарка. Жители на самом деле с огромным энтузиазмом отнеслись к тому, что действительно их дворы будут благоустраиваться, что они хоть будут как-то преображаться. На сегодняшний день это очень востребованная программа. Перечень дворовых территорий, в которых жители уже проявили себя, и на будущее в том числе, он в список достаточно исчерпывающий. И большим спросом пользуются, конечно. За последние два года в промышленном районе по национальному проекту «Жилье и городская среда» в порядок привели 13 дворов. В этом году в плане рекордное количество площадок – 11. Ремонт дворов в Самаре обсудили на еженедельном совещании у главы города Елены Лапушкиной. Подрядчики тоже понятны, свои обязательства исполняют. Да, со всеми встречаемся, общаемся, на месте корректируем. Правильно я поняла, что дворы, которые идут у нас по программе КГС, к 1 сентября вы тоже все успеваете? Да. Главу города заверили, что все работы идут по графику, и к концу лета все объекты должны быть готовы. Мария Левина, Василий Колдашов, События. Комплексный ремонт улицы Мичурина в Самаре почти завершен. Его выполняют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На минувшей неделе дорожные рабочие наносили разметку на двух перекрестках с Московским шоссе и улицей Осипенко. Подробности в сюжете Андрей Горгуленко. Внутри котла разметочной машины, скрываясь в паре из-за высокой температуры, специальный миксер перемешивает термопластик, чтобы он не застыл. Тут поддерживаются рабочие 200-210 градусов. В соседнем котле стеклянные шарики. Их наносят сразу поверх термопластика для светоотражения разметки. Перед нанесением дорогу просушивают, очищают и делают предварительный набросок. Если с прямыми линиями все просто, то для нанесения изогнутых требуется геометрическая точность мастера, чтобы был задан правильный радиус и полоса для движения была одной ширины. Несколько точек берется и по ним уже чертится предварительный размер, по которому уже пойдет машина. Ширину линии измеряется рулеткой, потому что достаточно 5-метровой рулеткой. Термопластик в разы прочнее обычной краски. Он выдерживает и погодные испытания, и частый контакт с автомобильными шинами. Гарантия – один год. На улице Мичурина разметку нанесли почти полностью. Не только краевые и осевые линии, которые разделяют полосы для движения, но и те, что показывают направление машин на перекрестках. Самарские водители отмечают, такая разметка особенно удобна. Конечно, уже сразу видно, где, в какой полосе, где встречка, не встречка, чтобы соблюдали дистанцию, порядок, и чтобы не подрезали ничто, и как раз направление по дороге. В ближайшее время еще предстоит разметить отремонтированные парковки, а также нанести разметку «Осторожно дети» возле центра фехтования. Она появится после того, как на участке будут установлены соответствующие дорожные знаки. В этом году улицу Мичурина комплексно ремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее приводят в порядок на участке почти 2,5 километра от Масленникова до Чкалова. Здесь заменили дорожное покрытие и бордюры, уложили плитку на тротуарах, отремонтировали инженерные коммуникации и парковочные карманы, сделали карманы для общественного транспорта, на переходах установили пандусы и тактильную плитку, а вдоль дороги – новое ограждение. Также устроили островки безопасности для пешеходов в середине дороги, продолжают приводить в порядок газоны. Установка новых светофоров выполнена наполовину, дорожных знаков – на 60%. На каждом этапе все работы контролируют специалисты МБУ «Дорожное хозяйство». Если испытания подтверждаются, соответствуют всем ГОСТам и строительным нормам, то такие работы принимаются. Если что-то не проходит, подрядчик переделывает данный вид работ, добиваясь качества, но уже за счет собственных средств. Работы на участке почти завершены. По контракту срок сдачи объекта – конец октября. Но, учитывая значимость и загруженность улицы, подрядчики выполнили работу быстрее, при этом не теряя в качестве. Закончить комплексный ремонт подрядчик намерен до конца лета. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Физкультура возвращается в Самарские дворы и скверы. Тренеры по месту жительства возобновили свою работу. До соревнований еще далеко, но первые товарищеские матчи по футболу уже проходят. Подробности в нашем следующем сюжете. Второй тайм продолжаем в том же духе. Игру не отдаем. Играем свою игру. Под их игру не надо подстраивать. Побольше передач. Побольше просим мяч. Понятно? Больше движения. Футбольный тренер Василий Акимов в школьную команду «Арсенал» тренирует уже седьмой год. Мальчишки пришли к нему еще первоклассниками. Сегодня это уже настоящие футболисты. Некоторые продолжили свою спортивную карьеру в профессиональных командах. Но и любители, рассказывает тренер, мало в чем им уступают. А после самоизоляции желание заниматься у его подопечных стало еще больше. Мы играем вторую, так скажем, товарищескую игру. Это все-таки не соревнование. Я вижу, что желание огромное у ребят. И надеюсь, что это желание никуда не пропадет. И сегодняшняя ситуация в мире, она все-таки закончится. И наконец-то мы будем участвовать в соревнованиях. Защитник Владимир Романенко пришел в школьную футбольную команду «Арсенал» после просмотра по телевизору отборочного турнира на чемпионат Европы. Говорит, ему запал в душу матч «Россия-Уэльс». С тех пор Владимир оттачивает свое мастерство на футбольных полях Самары. Этой весной пришлось повесить бутсы на гвоздь. Но теперь команда снова вышла на тренировки. Считай, два месяца сидели без футбола, дома, не поиграешь. Теперь есть возможность. Вот игры устраиваем. Первую, к сожалению, проиграли 6-5. Команда «Фибер» была. Сейчас команда «Форс». 4-3 в нашу пользу. Футбольная команда «Арсенал» из 92-й школы звезд с неба не хватает. Но и в аутсайдерах городских соревнований не числится. В 2018 году она выиграла турнир «Лето с футбольным мячом». Пока это лучшее ее достижение. Притормозил его движение к славе в этом году COVID-19. Юные спортсмены не разыграли кубки и медали на двух главных турнирах сезона. «Кожаный мяч» в мае, в июле и августе «Лето с футбольным мячом». Но тренеры надеются, что городской департамент спорта совместно с Самарской федерацией футбола проведут еще соревнования для любителей самой популярной игры в мире. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok